Меня зовут Ника, и сегодня я хотела с вами поговорить про стажировки. Я делала похожее видео про универы, поэтому, если вам это интересно, если вы его не видели, то сходите, посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Некоторые люди мне писали в комментариях под тем видео, что у них в универах все абсолютно не так, поэтому я сейчас такой делаю дисклеймер. Учитывайте то, что все, что я вам рассказываю, я рассказываю на основе своего опыта, поэтому просто фильтруйте все, что слышите, и если это не соответствует вашему опыту, окей, ну, напишите тогда про ваш опыт в комментариях. Также это видео спонсируется компанией Клин и Шелли. Клин — это онлайн-сервис по уборке квартир, а Шелли — это онлайн-сервис по заказу маникюра куда угодно, домой, на работу. Это очень классный сервис, и я сама ими пользуюсь, и очень рада, что они меня спонсируют. И по промокоду Ника вы можете получить скидку 20% на свой первый заказ. Итак, в этом видео я расскажу немножко про свой опыт, в целом про стажировки, зачем они нужны. О том, как найти стажировку, как написать письмо, как что будет на собеседовании, потом про первые дни, про серединочку и про конец. Сначала расскажу про себя. Мне 23 года, и не считая мои собственные какие-то проекты, фриланс и интернет-деятельность, мой профессиональный путь был такой. Летом перед четвертым курсом я устроилась на стажировку в агентство Creative People. Потом я стажировалась там где-то два месяца. Потом, когда начался четвертый курс и учеба, меня взяли на полставки, и я совмещала учебу и работу один год. Потом, когда я выпустилась, меня взяли на полную ставку, и я так проработала год. Потом я уволилась, потом я видела пост о наборе стажеров рекламного агентства Instinct, устроилась туда на двухмесячную стажировку, и потом меня взяли туда на постоянку, и вот я работаю там уже где-то год, и мне очень нравится. Вот. То есть я стажировалась два раза. Теперь о том, что такое стажировка. Стажировка, по сути, это то же самое, что работа, но для людей, у которых нет опыта. Представьте, вот вы приходите к работодателю, и у вас нет вообще никаких доказательств, что вы принесете пользу компании. Но при этом у вас светлая голова, и видно, что вы классный человек. Вас берут на стажировку. Поэтому стажеры — это чаще всего студенты или выпускники. Сразу же, наверное, оговорюсь, что я в этом видео говорю о стажировках, где люди реально работают и что-то делают, а не в таких странных штуках, когда вас просят разносить кофе, и вы просто какой-то раб. Я знаю, что такое бывает, но мне кажется, ну, про это нет смысла разговаривать. Это просто какая-то фигня, ну. Очень часто стажировки не оплачиваются, и у этого есть две причины. Первая — работодатель, в принципе, заинтересован в том, чтобы платить людям как можно меньше. Влажные мечты работодателя, наверное, выглядят как-то вот так. Здравствуйте, ваша зарплата минус 10 тысяч рублей в месяц. О, хорошо, вот возьмите, пожалуйста, спасибо. Поэтому, если вам платят на стажировке, то хвалите небеса — это большая удача. И вторая причина в том, что стажёры, на самом деле, часто дают работодателю меньше, чем работодатель даёт им. И это очень трудно предсказать. Работодатель даёт вам опыт, даёт возможность проявить себя, сотрудники тратят на вас своё время и нервы, и может пройти довольно много времени, прежде чем вы начнёте приносить какую-то пользу. У вас может возникнуть вопрос — насколько это вообще оправдано? Зачем искать стажировку, если можно найти какую-нибудь работу, где можно работать без опыта и получать много денег? Или быстро подняться по карьерной лестнице? Сначала получать мало денег, потом много денег? Это хороший вопрос, и тут всё зависит от ваших целей и от вида деятельности, которым вы хотите заниматься. Есть области, где можно работать без опыта и получать много денег. Например, в ресторанном бизнесе. Но если, например, вы хотите работать в рекламном агентстве, и у вас нет никакого опыта, то, кроме как по стажировке, вы никак туда не попадёте. Ну вот просто есть места, куда другим способом попасть очень трудно. Поэтому, если у вас есть возможность несколько месяцев работать бесплатно в каком-то классном месте, я бы этой возможностью воспользовалась. Если у вас на одной чаше весов какое-то дурацкое место на много денег, а здесь какое-то суперкрутое место и бесплатная стажировка, я бы на вашем месте выбрала вот этот вариант. Итак, как найти стажировку в интернете? Допустим, вам интересно создание веб-сайтов. Найдите рейтинг веб-студий. Выпишите оттуда, не знаю, 20 наименований. Зайдите на сайты этих агентств. Изучите все работы, изучите клиентов. Найдите список вакансий. Если там есть вакансия стажёра, то смело пишите им. Найдите их в Facebook корпоративный. Может, они на Facebook только про стажёров пишут. Если ничего про стажировки нет, всё равно напишите письмо и спросите, есть ли возможность пройти у вас стажировку. Окей. Письмо. Письмо — это супер-важный момент, и это ваше первое взаимодействие с работодателем, не считая подготовительные лайки их корпоративных постов в Facebook. В письме нужно чётко и грамотно написать, кто ты и что тебе нужно. Например, «Здравствуйте, меня зовут Маша. Я бы хотела устроиться к вам на стажировку в креативный отдел. У меня нет опыта работы в рекламе, но я писала какие-то тексты по фрилансу. Вот моё портфолио». Я закончила соцфакт неувше и прошла курс там главреда. Мне очень нравятся ваши проекты, особенно ваши ролики для Икей. С уважением, Маша. Если письмо будет простым и таким приятным, то вас обязательно позовут на собеседование. Если тебе не хватает опыта или знаний, чтобы числиться стажёром, будет ли нормально напрямую спросить, что именно нужно изучить и в каком объёме? Вообще, весь смысл стажировки в том, чтобы знания и опыт получить. Но, да, если вам говорят, что вам не хватает какого-то опыта или знаний, то, конечно же, нормально спросить, какого. «Нужен ли вообще диплом об образовании?» Всё зависит от сферы деятельности и от конкретного работодателя. В целом, в рекламе, мне кажется, всем вообще плевать на диплом и важнее намного твою портфолио. Но хороший диплом и вообще диплом точно даёт вам какие-то дополнительные очки, потому что это показывает то, что вы, ну, читали соответствующие книжки и можете довести какое-то сложное дело до конца. Собеседование. Я только один раз была на собеседовании, и это было в инстинкте перед стажировкой. И всё прошло супербыстро и мило. Я пришла, в переговорке сидело три креативных директора, они попросили меня показать моё портфолио и рассказать про проекты, которые там есть. Я рассказала, они поблагодарили меня. Потом они ушли, и, по-моему, я осталась разговаривать с HR-менеджером, и я тогда у неё спросила, смогу ли я рассчитывать на трудоустройство, и есть ли оплата, и как вообще чего происходит. То есть я понимаю, что собеседование — это очень нервная штука, и я тоже нервничала. На самом деле, к этому относиться нужно намного проще, потому что это всего лишь личная встреча между вами и работодателем. И это возможность для работодателя посмотреть на вас, и для вас посмотреть на работодателя, и посмотреть вообще на людей, с которыми вы хотите работать. Помните, что не только вас выбирают, но и вы выбираете, поэтому старайтесь задавать вопросы и подготовьте эти вопросы заранее. Перед стажировкой точно нужно задать три вопроса. Будет ли она оплачиваться, и если нет, то будут ли какие-то перки в виде, например, еды? Можно ли будет устроиться после стажировки? И что будет входить в ваши обязанности? Когда ты устраивалась на стажировку, там было сказано о потенциальной возможности устроиться на постоянку, если все пройдет успешно, или ты просто произвела такое хорошее впечатление, что тебе предложили остаться? Насколько я помню, мне сказали, что рассчитывать на трудоустройство не надо, но если все пройдет хорошо, то трудоустроиться еще куда-то помогут и дадут рекомендацию. Меня, в принципе, это устроило, потому что я знала, что это очень крутое место, и мне хотелось на любых условиях там поработать. Поэтому я согласилась и решила, что я просто выжму из этой стажировки максимум. И потом, через час после собеседования, мне позвонили и позвали, и я очень-очень сильно обрадовалась. Позвонила всем! И родителям. Родители тоже очень обрадовались. Первые дни. Окей, допустим, вас взяли на стажировку. Это очень круто. Молодцы. Первые дни присматривайтесь к тому, что вообще вокруг происходит, где все расположено, где расположены стратегически важные объекты, там туалет, кухня, уголочек, мусорка. Подружитесь с соседями, найдите человека, который взял вас на работу и спросите, что вам теперь делать, если они к вам сами не подходят. Всегда подходите сами. Инициируйте взаимодействие сами. Точно не надо садиться в уголочек и просто ждать, пока к вам подойдут. Вам нужно каждый день этой стажировки просто выжить из него максимум. Как быть, если нет уверенности в своих силах? То есть проходят два дня стажировки, а ты переживаешь, что не сможешь работать в их темпе или не обучишься всему вовремя. Каким-то образом надо все эти мысли от себя гнать и дать себе время на адаптацию? Я помню, что я первое время очень сильно уставала просто ментально от нагрузки и нервов и засыпала на рабочем столе или просто на диванчике, типа там, на час. Это нормально. Нужно не лениться, нужно стараться, но при этом нужно как бы гладить себя по головке и относиться к себе с пониманием. Середина. Окей, первые дни позади, вы привыкли к нагрузке, вы поняли, что вы примерно здесь делаете, как тут все работает. Теперь совет такой. Старайтесь по максимуму. Не ленитесь и относитесь ко всему этому как к обычной работе. Не давайте себе вообще никаких поблажек из-за того, что это стажировка и вам, например, не платят. Используйте стажировку как возможность понять и попробовать, каково это действительно работать здесь. И ведите себя тоже как обычный сотрудник. Не говорите никому, что вы стажер. У нас было очень-очень смешно, когда стажировка подошла к концу. Нас не сразу взяли на работу, там еще прошло где-то два месяца, по-моему. И когда она подошла к концу и мы прощались со всеми, то очень много людей спросило нас, что вы стажеры? Мы думали, что вы здесь работаете, мы думали, что вы просто пара креативная. Вот и мы такие, да, лол. Это было очень клево и нам это очень нестило. Потому что мы такие, да, да, нас получилось всех обмануть. Еее. Как найти друзей на работе? Нужно себя как-то определенно вести, чтобы к тебе потянулись. Мне кажется, это просто все случается по ходу работы. Здоровайтесь с людьми. Ну вот, например, если вы стоите на кухне с людьми, с незнакомыми, то поздоровайтесь с ними. Представьтесь, скажите, я Ника, я здесь новый стажер. А ты чем занимаешься? Как тебя зовут? Ну, это может быть нервно, но мне кажется, не надо стесняться. Надо вот такие штуки делать, мы делали вот такие штуки. Конец. В конце стажировки, примерно там за две недели до окончания, можно поднять вопросы о трудоустройстве. Подойдите к своему руководителю или к HR-менеджеру и скажите, слушай, у меня скоро заканчивается стажировка, две недели осталось, мне очень тут нравится, я бы очень хотела остаться здесь работать. Да можем с собой обсудить это? Все. Как относиться к сексистским шуткам на работе, если ты единственная девушка в мужском коллективе и к тому же джуниор на испытательном сроке? Если очень много сексистских шуток и какой-то токсичный коллектив, то я бы советовала тебе найти другое место работы. И даже если одна и та же сфера и компании вроде как похожи, коллективы могут быть супер разные. Я понимаю, что это стремно, но, блин, это то же самое, как с парнями. Вот у тебя парень мудак и тебе стремно расстаться, ты думаешь, что никто тебя больше не полюбит. Все это полный буллшит, надо просто расстаться и найти себе нового парня. Короче, вот, это все. В целом, мне кажется, что стажировки это очень классная штука и это очень классная возможность попасть в какие-то супер крутые места, в которых иначе ты не попадешь без опыта. Я надеюсь, что я вам немножко помогла. Если у вас есть какие-то ценные советы и хотите рассказать про свой опыт стажировки где-нибудь, то давайте, пишите в комментариях. Вот, если вы планируете устроиться на какую-нибудь стажировку, то я желаю вам удачи и я надеюсь, что все пройдет очень классно. Кстати, я осветлила себе корни и немножечко волосы светлее себе сделала. I like it, I don't know. Покажу вам Элю. Спасибо. И так и друзья. Я знаю, если бы я попробую вытаскиваю. Ей, о. Когда вы в шоке. Вот. Профильм. Вот. Продолжение следует...